Говорят, что они воюют с Америкой, но почему-то счастливы, что к ним Такер приехал. Карлсон. Карлсон приехал. Карлсон вернулся. Вот с этой ноткой мы сразу, так сказать, покажем серьезный момент, как выглядят Путин и Карлсон на этом самом интервью, которое выйдет в эфир через 8 часов. В 2 часа ночи по Москве, когда вся Россия и отряды Путина будут спать. Ну что же Такер с таким неуважением к русскому народу? Вы это фото нам покажите прямо сейчас, я про него скажу. Я это фото увидел вчера в одном телеграм-канале, и там ссылочка. Если вы хотите утечку из интервью, которого пока еще, значит, никто не видел, то переходите по ссылке. Я пошел по ссылке, а мне там пишут. А не хотите ли вы отправить заявку? Я думаю, ой, елки-палки, это случайно не деньги или там собирают? И вот на этом мы конспирологию немножечко остановим, даже если кто-то хочет собирать под это деньги. А теперь мы уберем вот этого, то ли Карлсона, то ли кого, и покажем то, что произошло. Вот пока Такер Карлсон бродил по Москве по супермаркетам, в это время в Киев посмотрите, что прилетело. Вчера это прям вот баллистические ракеты. Одна из них, судя по всему, Циркон, какой-то супер, впервые вообще его применили. На капсуле нашли маркировку. Но, конечно, я думаю, что Россия скажет, это украинцы сами гравировку сделали. Но жуть, вот эти вот многоэтажка в Киеве, я думал, честно говоря, что ПВО уже гарантирует. К сожалению, не гарантирует. И вот эти вот видео одновременно, я вот, для меня, честно, это вот какая-то загадка. Это что, подсветить визит Такера Карлсона? Что, правда, что ли? Ну, в общем, вы знаете, с другой стороны, Глеб, мы с вами же приличные люди, поэтому что, мы с вами занимаемся игрой какой-то. Такер Карлсон приехал в Российскую Федерацию зарабатывать бабло. Он никакой не журналист, он не работает ни в каком средстве массовой информации. У него собственная какая-то там фермершка. И ради этой фермершки он раскрутился очень сильно. И, кстати, ему это очень сильно удалось. Надо признать, что вообще вот вся эта затея, к сожалению, это очень успешная затея, причем для всех участвующих сторон. Это успешная затея для Карлсона, успешная для Путина, успешная для Трампа, который стоит за Карлсоном и который маячит за Карлсоном. Как на Киевском вокзале, два папа маячили, маячили, маячили и там чего-то там офигачили. Вот, косу офигачили. Это вот на самом деле понятно, что это прежде всего коммерция. Путин вообще про бабло. И Карлсон теперь про бабло. Раньше он был про идеологию, но, кстати, его за эту идеологию уволили с Fox News. Его уволили с Fox News, потому что даже на Fox News поняли, что его нельзя держать. Это вообще не... Он не устраивал даже консервативную, значит, партию, республиканскую партию Соединенных Штатов Америки. Его оттуда уволили. Ему теперь надо было зарабатывать деньги и, в общем, ему это удалось, надо сказать. Как хорошо, Сергей. Мы прямо вот на пятой минуте начинаем спорить. Значит, первое. На мой взгляд, Такер Карлсон прекрасный журналист. Второе. Его проект очень успешен. Он не про бабло, а про журналистику. А где успешная журналистика, там будет и бабло. Дальше. Его уволили с Fox News за то, что он сказал, что там компания, которая подсчитывала выборы, у нее были подкручены машинки для голосования. И эта фирма, которая делает эти машинки для подсчета голосов на выборах американских, она засудила Fox News на какую-то астрономическую сумму, по-моему, 800 миллионов долларов. То есть, мягко говоря, не за политику, а за вот очень одну локальную серьезную деталь, когда, ну, надо было пожертвовать Ферзьон, на мой взгляд, Такером Карлсоном. И после этого у Fox News вот эти итоговые программы, на которых Такер собирал там 3-4 миллиона зрителей, упали до 500 тысяч просмотров, примерно как у этого вот убогого СНН, да? Отлично, Сергей, что мы об этом сейчас будем спорить, но мы сначала посмотрим, как выглядит все-таки новостная картинка, анонс Такера, как он его сделал, вот, чтобы все посмотрели, на мой взгляд, глубину неуважения, да, к Путину. Вы посмотрите, да, Такер, вот она картиночка, он показывает, какой он молодой, красивый. Даже он здесь выглядит моложе, чем в жизни, да? И какого они Путина сделали? Вы посмотрите, землистое лицо, ботокс почти не виден, жесть, вы понимаете, да? То есть, если бы Такер приехал и получил от Путина бабло, на мой взгляд, то он бы, так сказать, здесь и Путина бы по краше поставил, ну и как-то по-другому, а, Сергей? Ну ладно, ладно, будем спорить, так будем спорить. Нет, на самом деле я, конечно, понимаю, что он не будет ему, скорее всего, очень сильно подыгрывать. Вот это не будет Оливер Стоун. Оливер Стоун был влюблен в Путина. Вот Оливер Стоун, когда сел напротив Путина, когда делал свой документальный фильм, было видно, что он его обожает, он его любит, он пьет вообще изо рта Путина любую речь, которую тот произносит, и не задает ему вообще ни одного критического вопроса. Вот он не делает то, что сделали вы. Вы не согласились с моей подачей какой-то, вы тут же привели контраргумент, вы задали новый вопрос, вы заставили меня видеться, как нужно уш на сковородке и так далее. Вот у Такера это, в принципе, возможно, потому что он на самом деле, все-таки он американец. И американец — это не Соловьев, это не Соловьев вот нынешний. Да, это не российская, это не Симонян, потому что там просто ругают. А Такер будет все-таки пытаться чего-то там понять, найти какие-то смыслы, дать чего-то кому-то, высказаться, но в соответствии со своими собственными все-таки воззрениями. Почему я его не называю журналистом? Потому что у него, вы знаете, грубо говоря, вот у нас во Франции есть название специальное для этого. У нас название для этого — ангажированный журналист. То есть, грубо говоря, журналист, у которого есть своя идеологическая позиция, и он ее не скрывает тогда, когда он выходит в эфир, тогда, когда он делает интервью. То есть он не пытается сделать то, что написано в этике журналистской, а именно подачу объективную. То есть если вы дали слово Путину, нужно дать слово кому-то еще другому. Надо дать слово Зеленскому. Если у вас есть какой-то аргумент, надо найти контраргумент, надо что-то противопоставить и так далее. Вот все-таки Такер таким человеком не является, потому что у него были идеологические вещи. Сейчас я их не буду цитировать, но у него были в том числе и какие-то совершенные заявления, которые могут классифицироваться либо как чистая идеология, либо даже как вранье, как фейк и так далее. То есть этим делом все-таки он грешил. Он не такой человек, который будет проверять трижды три источники, три составные части марксизма, как мы с вами учили это в программе КПСС. Но в любом случае, кстати, вы знаете, то, что он сам бизнесмен, это было видно даже из этой подачи, даже дальше немножко. Потому что он в сети Экс сделал объявление об этом интервью. Он сказал, что я первый журналист, который решился задать вопрос Путину. Его поправил тут же Песков. Его поправил Песков, сказал, ты не первый журналист, который попросил интервью у Путина, ты первый журналист, которому мы разрешили ответить Путину. К нам приходит каждый день, и, кстати, это подтвердило уже несколько средств массовой информации. BBC вчера или позавчера уже написало, что мы Путину посылаем запрос на журналистское интервью каждый день в течение двух лет, но нам не дают этого сделать. И точно так же ответили еще несколько ведущих средств массовой информации. Но Песков его поправил, потому что это для Путина было неприятно. Что значит, ты первый человек, которому пришла в голову мысль задать вопрос Путину? Это значит, два года Путин никого не интересовал, ты вот такой один-единственный. Песков сказал, нет, 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 Путин интересует всех, вообще все бьются за то, чтобы получить его интервью. А вот за сколько мы тебе его продали, или сколько ты нам заплатил, чтобы мы тебе его дали? Вот это интересный вопрос. Ну, я уверен, что здесь нет денег, и мы об этом будем спорить всю сегодняшнюю программу. Я изо всех сил буду доказывать, что тут точно обошлось без денег, потому что это такая win-win, оба выигрывают в этой ситуации. Но давайте сейчас вот я покажу два кусочка из интервью Такера Карлсона, которое он взял полгода примерно назад, прошлым летом, у Орбана, премьер-министра Венгрии, которого там многие называют фашистом, таким-сяким. И вот я выбрал два, так сказать, два эпизода, которые, я уверен, вам понравятся, и даже как будто бы, так сказать, подтверждают вашу версию, что Такер маленечко подыгрывает. Причем я их по-английски оставлю, и чтобы зрителям, которые не понимают, вот первый кусочек я прямо сейчас заранее, да, вот как бы переведу, почему по-английски оставляют, потому что, во-первых, Орбан очень плохо, на мой взгляд, говорит по-английски, это надо слышать. Во-вторых, надо видеть интонацию. Вот прям, вот, ребята, смотрите, перевод до того, как вы увидите этот сам текст. Итак, значит, Орбан говорит, не надо неправильно понимать русских. На что Такер говорит, слушайте, может, эти русские, наконец, свергнут Путина? Надоело. Орбан отвечает, ой, да это, ну, шутка, ну, невозможно, да? А Такер говорит, ну, а если Запад сумеет убить Путина, и, внимание, вам понравится, да, тут же добавляет, что будет с ядерным арсеналом? Да-да, это Такер Карлосон, спрашивая, может ли Запад убить Путина, да? Тут бы остановиться в этом вопросе. Нет, он добавляет, и прям, что же будет с арсеналом, да? Но давайте послушаем, да, потому что на этом я обрываю это интервью, и мы дальше продолжим, что ответил Орбан, но сначала обсудим, но это все-таки важно идеологически. Слушаем. Не misunderstand the Russians. So they're not going to get sick of Putin and throw them out. Come on, it's a joke. What would happen if the West succeeded in killing Putin? What would happen to Russia and its nuclear stockpiles? Okay, so that's... Вот, Сергей, чувствуете, да? Подтверждается моя версия, что согласовано, прям там продумано специально? Или все-таки от души Такер? Нет, Такер не... Он не дает заранее вопросы. Это не расписанный текст, это не театральная постановка, в которой каждый читает свои вопросы на свои ответы. Кстати, я с вами не соглашусь Орбан, он вполне прилично говорит по-английски. И Такер в этом смысле его... Опять же, американец всегда американец. Вспомните Познера. Вот даже Познер сейчас, вот даже Познер тот, который сейчас, который продался режиму, он все равно отличается от Соловьева. Он все равно отличается от Соловьева, потому что у него все равно голова американская. Это все равно человек, который прожил в совсем другой стране. Он даже те вопросы, которые выгодны режиму, он все равно их по-другому задает. У него другая подача. Он все равно стремится показать, что это его мысль, это его размышления. Он забрасывает вам удочку. У вас есть вопрос, возможность ответить да или нет и так далее. То есть, на самом деле, интервью интересное, конечно. Кстати, я сразу оттопчусь по российскому... по российской стороне, вы абсолютно правы, интервью поставили в 2 часа ночи, потому что в Америке в это время на восточном побережье будет сколько там? Минус 6, значит, 2 минус 6, это будет 8 часов вечера. И на западном даже будет еще меньше. То есть, это будет там 6 часов вечера. И там в середине в Америке 6 часов вечера, а в Лос-Анджелесе будет 5. То есть, на самом деле, это интервью подается как интервью для американцев, а не для россиян. Но в России у этого интервью один единственный зритель. Никому другому это интервью не нужно было. И в этом, я думаю, мы с вами согласимся, что единственный зритель, который у этого интервью, это Владимир Владимирович Путин. Теперь давайте посмотрим, что Орбан ответил на запрос убить или не убить Путина. И вот сейчас я опять перевод сначала, а потом все остальное. Значит, у Орбана длинный ответ. Я из него начало подрезал, потому что Орбан рассказывал, что он был премьер-министром в Венгрии. И они все очень волновались в конце Ельцинской эпохи о том, что, ну что же, Ельцин такой слабый президент, кто после него. И типа, не выйдет ли опять из-под контроля ядерный арсенал. И вот, значит, Орбан дословно скажет, мы боялись анархии в России. И вот увидели после Ельцина Путина и прям стали счастливы, потому что, ну, Путин сразу стал контролировать армию, и Европа стала счастлива. Вот посмотрите, как это рассказывает прекрасный Орбан. Вы видите, они с двух рук. И Такер, и Орбан оба пугают Европу ядерным оружием. Ну, вы знаете, здесь нельзя не согласиться. Европу, мы с вами уже обсуждали несколько раз эту штуку, я вам подтверждал каждый раз. Я вам подтверждал каждый раз, что у нас реально есть страх ядерной войны. У нас реально есть страх, а куда уйдет ядерное оружие, а что будет с ядерным оружием, если Россия начнет распадаться, если в России начнут какие-то демократические процессы. То есть это первое, о чем Европа думает. И, кстати, это подтверждает все твиттеры Дмитрия Медведева, который играет на этом. То есть Кремль играет на этом два года. Два года играет на этом Кремль. И начал играть 27 февраля. То есть через три дня после того, как Путин начал войну, когда начали понимать, что, в общем, война не получается, что ничего не получается. Чтобы, не дай бог, никто не подумал, а если такая слабая российская армия, надо бы ей, может быть, украинцам немножко помочь. Тут же Путин вызвал к себе Герасимова и Шойгу и приказал им привести в повышенную боевую готовность ядерные силы. И с тех пор каждый раз, когда есть какие-то ослабления на фронте, каждый раз возникает вопрос ядерных сил. На самом деле, и вот даже в день появления Такера, в день публикации интервью, сегодня или вчера Медведев в очередной раз разродился каким-то своим твиттером по поводу ядерного оружия. Это конек проверенный, это конек работающий, это работает на Запад точно совершенно. И в этом смысле, вы знаете, я бы даже добавил, ну вот если абстрагироваться даже от этой ядерной программы, Путин, когда появился в 2000 году, не только Запад вздохнул. Вы знаете, я на этого пьяного Ельцина смотрел последние пять лет с большим, даже не то что пьяного Ельцина, а больного, который не может ничего сказать, который непредсказуем, который сегодня одно, завтра другое, у которого явно совершенно нет уже, не было даже ни сил, ни ума чего-то там сформулировать нормально себе. Когда мы понимали, вот это картинка, а мы с вами еще варились в средствах массовой информации, мы знали, что к Ельцину, кто бы ни зашел до 9 часов, до 10 часов утра, можно у него подписать все, что угодно, главное угадать в его настроение, и поэтому, в общем, страна находилась каждый день в опасности, что сегодня мы в одну, значит, сторону кинемся, а завтра в другую. И я тоже вздохнул с облегчением, когда увидел Путина. Я тоже вздохнул с облегчением. И он, кстати, попал в этом смысле совершенно четко, и поэтому он в 2004 году, я удивился, почему он не организовал настоящие выборы. Он выиграл их с 80% абсолютно спокойно, потому что он всех успокоил, он действительно всех успокоил, все действительно увидели нормального, вменяемого человека, ну, своими прибамбасами, ну, нормального, вменяемого молодого человека, за которого не стыдно было за то, что он там, значит, будет там танцевать тебе калинку где-нибудь там, где-нибудь там с Клинтоном, или будет теток каких-то по заднице хлопать, когда проходит мимо стола. Вот, так что в этом смысле я не вижу ничего шокирующего, кстати, в ответе Орбана здесь. Ну вот, я попрошу нам еще раз во весь экран показать анонс. Это предыдущая фоточка, где вот этот вот в пол лица Путин, в пол лица Такер, да, просто, и я честно признаюсь, видите, спрятавшись за эти лица, что да, я в 2000 году тоже, в общем, симпатии относился к тому, что пришел Путин, молодой и трезвый, и я тоже очень устал от пьяного Ельцина, и, ну вот, Таня и Валя, которые нам его выбрали тогда, в общем, ни у кого не вызывали никакого отвращения. Но прошло 23 года, и теперь мы пришли к тому, что пришли, и вот теперь, видите, вот теперь вот на этом фоне, глядя вот на этих двух людей, давайте все-таки обсудим, на кого это интервью. Вот вы говорите строго на американцев, да, и в Америке, ну а в России для одного зрителя, а русскому народу, ну, как говорится, сколько бы там эти бабки не плясали, не прикалывались, но все равно, так сказать, а вдруг не покажут русскому народу, слушайте, Сергей, а может такое быть? Нет, не может, мы в эпоху интернета живем, нет, такого не может быть. Вы знаете, вот очень хорошо, что мы обсуждаем вот именно эту картинку, и что ваши режиссеры ее поставили, потому что по-английски здесь написано быть первым, чтобы знать, или узнать первым, да, вот это просто деньги Карлсона. Карлсон говорит, я, первый человек, это вот абсолютно американская штука, это вот ни одна страна так не сделает, как американцы, потому что американец, который приехал, два года там вокруг Путина ходили, никому он не давал интервью, и он говорит, а я первый, вот я первый, и я вам сейчас расскажу самое интересное, вот прямо вот оттуда, я к дьяволу приехал, Путин, кстати, выглядит абсолютно как старый Вильзевул, вот, и Такер пишет, вот это, be the first to know, это значит, я первый, и это значит, что подписывайтесь на мой канал, вы всегда будете знать то, что хотите, я самый крутой, я самый замечательный, замечательный, и ко мне потекут деньги от рекламодателей и так далее и тому подобное, он, конечно, зарабатывает себе деньги, это ему удалось, браво, браво, Такер. Пусть эта картиночка висит, я скажу, что я, готовясь к сегодняшнему нашему разговору, отслушал не только интервью с Орбан, но еще и интервью Такера Карлсона с президентом Аргентины, причем за месяц до победы Хавьера Милея на выборах в Аргентине, это был, по-моему, октябрь того года, а победа была в ноябре. Я невероятный, я вот фанатичный, так сказать, сторонник Хавьера Милея. Это человек, который полностью за капитализм. В этом интервью Хавьер Милей говорит, с Путиным никогда, он, правда, еще говорит, с Китаем тоже мы не будем торговать, но это куда же они денутся, будут как милые, еще инвестиции китайские будут. Но это очень реально классное интервью, полчаса, и в этом интервью, если кто-то его захочет посмотреть, то очень советую последние 7 минут, ребят. Там президент Милей выступает святым человеком, полным бессеребренником, который ничего не получит в результате этих реформ, а, скорее всего, еще его там кто-то проклянет и уголовное дело, но он улыбается, он счастлив, как блаженный, и он говорит, я знаю, что я делаю все правильно, я иду правильным путем, вы понимаете? И это настолько блестящая победа Такера Карлсона, что нюансы не имеют значения. Но там он разговаривал, я еще раз хочу сказать, со святым, а здесь он разговаривает действительно с самим дьяволом, и вы говорите, что это бизнес. Ну, Сергей, ну из нас двоих я должен Такеру Карлсону завидовать, вы же не журналист, вы же разведчик, и писатель, окей, да, но... Вы знаете, по поводу Милея, он очень интересный человек, я выслушал его выступление последнее на Давосе, без всякого перевода, потому что я владею испанским языком, мне это интересно было. Вы знаете, что сейчас происходит в Аргентине? Вы знаете, что в Аргентине сейчас революция? Вся страна встала против Милея, вся страна встала против Милея, сказала, пришел дьявол, который хочет нас убить. И вот вся эта социалистическая Аргентина, которая многие-многие годы утопала в грязи социализма, она сейчас... Его, я так думаю, что он не доживет до конца своего срока. Его убьют. Потому что видели бы... Поищите, как там сейчас разгоняют ОМОНовцы аргентинские этого замечательного человека. С которым разговаривает Такер. Сергей, вы не представляете, я уже монтирую сюжет на субботу для своего YouTube-канала, где я набрал невероятное количество репортажей про то, что вы называете революцией в Аргентине. Я должен успокоить наших зрителей, а у нас умные с вами зрители, никакой революции в Буэнос-Айресе и в Аргентине не происходит. А те, кто вышли бунтовать, их организуют профсоюзы, которые наваривались на этом социализме всю жизнь, а теперь у них облом. И в частности, выходит митинговать целая площадь. Кто же в первых рядах? Строители. Против чего они восстают? Что прекращены все государственные стройки. И эти строители говорят, как же так? А вот так, дорогие мои товарищи, это вам и Милей, и я, и кто угодно объяснит, что если у государства есть лишние деньги, тогда мы можем за государственный счет строить там золотые унитазы, дворцы, или мосты, или там аэродромы. А если нет, то нужно прекратить государственные стройки. Вот по какой причине. Когда дефицит государственного бюджета, когда государство тратит больше, чем собирает налогов или зарабатывает на пошлинах, на каких-нибудь, то государство просто печатает аргентинское ПЕСА. И тогда происходит обвал этого ПЕСА. Это инфляция. А инфляция, как мы знаем, налог на самых бедных. Это удар по самым бедным. Они больше всего страдают. И они этого уже сыты по горло, этим вот социализмом, этой болтовней. Вот эти профсоюзы, которые организовали якобы бунт, это мимо денег, как говорится. Еще и вот по какой причине. Действительно, полиция разгоняет и правильно делает. Хавьер Милей сделал омнибус билл, то есть единый такой объем законов, который принимается одним, внимание, указом президента. Сергей, вы находитесь в Европе, где демократия, это свято. А я в Турции, мне по барабану. Так вот я могу сказать, что это, можно сказать, авторитарный шаг. Это когда человек, Хавьер Милей, вопреки парламенту, принял 360 законов, которые спасут Аргентину и сделают ее нормальной страной, сделают людей богаче, сделают нормальную жизнь, нормальный бизнес. И там в нем зашито, в том числе и право полиции разгонять, запрет забастовок и чуть ли не всяких манифестаций. Поэтому, конечно, эти недобитые профсоюзы, которые еще у вас во Франции чего творят? Ох, я тоже готов про сельскохозяйственные субсидии, но не будем, не будем, не будем. Просто вы попали в тему, в которую я готовлюсь и прям сижу всю неделю, монтируя эти ролики, ролики. Вот так полный компьютер у меня. Отлично. Это прекрасно совершенно, потому что это вы мне сделали огромный, так сказать, комплимент, потому что я учуял самый больной момент, а вы его учуяли, я учуяли как разведчик, а вы его учуяли как журналист и стали работать в этой теме. Я, конечно, с большим удовольствием и интересом посмотрю ваше интервью, потом поспорим когда-нибудь, если будет возможность. Вот я сразу поясню, что я молюсь за то, чтобы у Милеев все получилось. Я боюсь, что у него не получится, что ему просто не дадут. Вы знаете, это примерно такая же штука. Я почему-то думаю про Джона Кеннеди, вот когда я на него смотрю, я почему-то вспоминаю Джона Кеннеди, который тоже что-то хотел сделать, такой молодой, красивый, и пытался какие-то реформы. По поводу авторитаризма, я здесь вам скажу, что я не такой противник авторитаризма, как какие-то изиологические, допустим, демократы, условные демократы, потому что я вообще на самом деле прагматик. Я прагматик в том смысле, что для меня важен смысл того, что делается. Вот не буква закона. Вот именно поэтому я, например, не переношу эту самую Элу Панфилову, которая занимается крючкотворством, которая говорит, что какая разница, что ты собрал 211 тысяч подписей, какая разница, что там были красивые, живые люди. Вот я у тебя нашла 6 тысяч подписей, потому что мне был дан приказ тебя не пускать. И все. То есть в этом смысле, вы знаете, даже ведь на самом деле, кстати, это заложено в любом судебном производстве. В любом судебном производстве, даже когда у вас есть кодексная система, вот как она, европейская кодексная система, когда у вас в кодексе написано вот там, там, то и то. Если вы внимательно почитаете, а я занимался этим делом, потому что я люблю право как предмет, то в любой статье всегда есть несколько вещей, и судья может вам дать порицание устное в своем заседании, или может отправить вас на смертную казнь по одной и той же статье. То есть на самом деле очень многое отдано на решение судьи. И вот если судья нормальный, то нормально, а если не нормальный, то будет заниматься крючкотворством, и вас повесит за ноги за, в общем, несуществующее преступление. Вот с Милеем, и поэтому я считаю, что на самом деле авторитарный правитель не может вообще осуществить ни одну реформу серьезную в стране, ни в какой стране, в любой стране, кроме как авторитарными методами. Ни чем другим провести реформу нельзя никогда. Объяснение очень простое. Всегда найдутся люди, которые на прежней системе наживались. Вы правильно сказали про эти самые профсоюзы, которые только строительные. Там еще куча. Там есть чиновники, которым платили ни за что. Там есть полицейские, которые платили ни за что. Судьи, которым платили ни за что. Политический класс, которым платили ни за что. Там огромное количество. В России, кстати, то же самое. В России вот сейчас, если вы скажете, я прекращаю войну, знаете, сколько выйдет людей, которые зарабатывают деньги на войне сейчас знаете сколько военных когда-то скажешь мнение не это как как это можно прекратить войну надо продолжать ее у нас там родина за родину за сталина там за это самое за наш патриотизм то есть в этом смысле я никогда не против реформ которые насаждаются даже авторитарным авторитарным путем больше того подчеркну ни одну серьезную реформу глубокую нельзя провести иначе как авторитарным путем то есть ее можно провести только силовым путем только силовым путем но не обязательно расстреливать людей не обязательно их сажать но обязательно это всегда будет против их интересов всегда найдутся куча лоббистов всегда найдутся куча слоев которые будут против их надо заставлять 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 другое делал что вот где граница сделать человека счастливым против его боли вот это философский разговор Сергей, мы это продолжим, сейчас у нас время есть, но чтобы зритель не отвлекся, как говорится, не ушел далеко от Путина и войны, то сейчас нам покажут фотографию встречи Орбана с Путиным, которая произошла 7 февраля 22 года, ровно два года назад и ровно за сколько там, за две с половиной недели до начала войны. Это была очень унизительная ситуация, когда Путин с Макроном сидели, унизительная для Макрона, вот за таким чудовищно длинным столом, повторяю, 7 февраля 22 года, до нападения России на Украину остается 17 дней, приезжает Макрон и мы понимаем, о чем он, по-моему, 7 часов, что они там разговаривали с Путиным, он уговаривал Путина не делать этого, после этого, кстати, полетел в Крым, о господи, в Киев. Полетел в Киев. Вот оговорочка у меня по Фрейду. Теперь, Сергей, смотрите, я прежде чем вас попросу прокомментировать вот эту ситуацию, я подготовил большое видео о том, как Путин с Макроном встречались летом 19-го года. В удивительном месте, не за таким столом, а на Лазурном берегу, на знаменитом острове у вас, в океане, где там президенты короли, называется Фор де Бригансон. И я его тоже оставил весь по-французски. Ну, я думаю, вы, так сказать, скажете, что тут важно нужно людям сказать, может быть то, что там Шарль де Гуэль. Ну, я думаю, вы, так сказать, что там Шарль де Бригансон, который, по-французски, который, по-французски, по-французски, по-французски. Шарль де Гуэль, который, по-французски, по-французски. Это была очень интересная встреча. Я ее тоже, я по поводу этой встречи даже в свое время писал статью большую у себя там на прозеру, когда еще я там писал какие-то статьи. Потому что это было не просто так. Франция тогда председательствовала Большой Семерки, из которой Российскую Федерацию выперли. Эта Семерка проходила в Бьярице во французском, ну, на другом побережье, на Атлантическом побережье, где, кстати, довольно много русских, где, кстати, у Путина вилла, у его жены и у него, ну, то есть она написана на каких-то основных лиц, но там две виллы его семьи, и которым нравилось, они туда ездили. Вот когда еще он был еще в Санкт-Петербурге, он любил туда ездить, отдыхать время от времени. А жена так просто была, Людмила была влюблена в это место. И тогда Макрон решил Путину пофартить. И он пригласил его накануне этой Большой Семерки в Бьярице, в этот форт Бригансон, значит, для того, чтобы показать ему, что он готов стать его проводником, чтобы Россию вернули в Большую Восьмерку. Чтобы Путина опять вернули вот в этот избирательный клуб. Но Макрон хотел быть его другом, то есть он хотел, чтобы Путин ему поверил, чтобы он стал его прелегированным, так сказать, человеком, с которым Путин разговаривал бы. А Путин его во время пресс-конференции, которая состоялась в этом форте Бригансоне, унизил просто удивительно совершенно. Потому что у Макрона на выходе из 2019 года, это был год желтых жилетов, у него стояла, лежала Франция, каждую субботу крутили по человеку в Париже. Там были баталии, там, значит, применяли всякие там гранаты шумовые, слезоточивый газ. И таким образом было довольно много. Во-первых, было посажено порядка 2000 человек, если не больше. Вот я сомневаюсь, там уже начал забывать. Две или шесть тысяч человек было посажено прямо в КПЗ, в СИЗО. И дали какие-то такие сроки. Ну, не путинские сроки, там, не по 10 лет. Но все-таки там чего-то там дали. Да, плюс, значит, по-моему, одного человека убили. Было 25 выбитых глаз, потому что стреляли пластиковыми пулями полицейские. И выбили 25 глаз или что-то в этом роде. Кому-то там переломали руки и ноги. То есть, на самом деле, были довольно серьезные последствия. И Путин, и Макрон начал ему говорить, что типа, ну, Владимир, вам надо там подемократичнее немножко нам и так далее. А Путин, вы знаете, с очень ехидной улыбочкой, очень спокойненько сказал. Вообще-то там, Манюэль, вот у меня-то, вообще-то, когда я кручу, вот при меня говорят, что я диктатор такой, да. Но вот у меня, когда я кручу какие-то манифестации, да, у меня никогда в Российской Федерации не сидят 10 тысяч человек. Или там 6 тысяч человек. И в Российской Федерации никому не выбили глаз, никого не убили там на это. И надо было видеть Макрона. Надо было видеть Макрона. И несмотря на это, кстати, вот потом он приехал за этот длинный стол, это, конечно, было унижение. Путин это сделал специально. На эту тему огромное количество мемов, потому что этот стол там, я не знаю, там, люди прогуглят, если кто не видел, потому что очень смешные всякие мемы делали, как там катаются, значит, как они там, это самое, как перевешивают друг дружку и так далее. Но, кстати, вот в моей книжке, которая у меня стоит за стену, вот с красненькой обложечкой, которая видно, там ничего не видно, видно только красный цвет. Я ее издал в мае 22-го года, через три месяца после начала этой войны. И я в ней посвятил две главы взаимоотношению Макрона с Путиным. Макрон преклонялся абсолютно перед Путиным. Макрон был влюблен в Путина. Макрон ходил, хотел быть лучшим другом Путина. Макрон ему звонил по телефону сто часов. Сто часов Макрон ему с ним перезванивался уже тогда, когда шла война, уже тогда, когда шли кровавые бои. И Франция с 1 января 22-го года председательствовала в Европейском Союзе. То есть он был самым главным европейским человеком в Брюсселе одновременно. Вы знаете, что он был самым последним европейским политиком значимым, который приехал в Киев? Он приехал туда 17 июня вместе с Драги, вместе с Шольцем и ехал туда уговаривать Зеленского сдаваться. Он приехал туда с планом, с итальянским планом сдачи Киева в Москве. И только когда туда и приехали, их Зеленский провел в Буртью, провел в Верпень. И после этого дела они все там офигели до такой степени, что они взяли все свои слова обратно, засунули себе, свернули этот план в трубочку и засунули себе в левое ухо. И после этого Макрон резко изменил взаимоотношения, он перестал звонить Путину и стал наконец говорить то, что он говорит по настоящий день. Жаль, что вот в этот момент режиссеры не показали дружбу Путина с Макроном, потому что это вот вы говорили прям ровно об этом. Пусть эту фотографию нам покажут, как, так сказать, Путин с Макроном... Нет, нет, у следующего, друзья мои, дружба с Путиным. Это фото, где, так сказать, они уже... Это вот вы видите, вот. Я не могу понять, где это сфоткано и действительно ли это 19-й год. Ну, каюсь, но неважно. Факт тот, что, ну, в общем, здесь вот то, как вы говорите, Сергей Макрон изо всех сил хочет быть другом Путина, человеком, который на него как-то влияет, может уговорить, переговорщиком. А вот то, что он подражает Путину, ну, вот в это я вообще... Честно сказать, мне даже трудно поверить. Но теперь я попрошу, чтобы нас в окошечках маленьких включили, а справа снова показали вот эту виллу Форда Бригансон. Потому что, на мой-то взгляд, вот Макрон показывал Путину красивую буржуазную жизнь, которой Путин может жить. Да не надо, так сказать, переть. Ну, Крым взял и хватит тебе для Википедии, тебе уже хватит. А дальше вот они, все Форты Мира, все Бригансоны, да, Беорицы, все твои, Путин, ну, радуйся жизни, ну, ну, нафига тебе, да? И, а оказывается, вот я, видите, Сергей, не отфиксировал, что Путин в этот момент был уже озверевшим, да? Судя по той пресс-конференции. А может, не озверевшим, может, он просто подколол, так сказать, изящненько. Нет, нет, он абсолютно, вот, абсолютно точно, вы опередили мою мысль, потому что это тоже следующее, что я вам хотел сказать, что вот все, что сделал Макрон, это было уже поздно. Для Путина было уже поздно, он уже принял решение, что он идет уже воевать на Западную Европу. Ему вот это уже было неинтересно, потому что он уже провел, так сказать, у него уже таких дворцов у самого было много и так далее. А вот с Макроном, вы знаете, самая поразительная, кстати, картинка, вот если вы ее нашли, то могут ваши режиссеры показать, а если не нашли, то наши люди найдут, потом прогуглят. Самая большая история любви Макрона с Путин состоялась во время чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году, когда был финал, и когда, по-моему, французы его выиграли, да кто там выиграл-то? По-моему, французы. И Макрон там был под дождем, под дождем там вот как он болел, как он туда лично приехал. А я вам напомню, Россия уже была под санкциями за Крым, Россия была уже под санкциями за Донбасс. То есть, в принципе, там высказывался вопрос, а нужно ли было это проводить, а зачем это России было давать этот чемпионат мира. Вот. И Макрон туда приехал. И там было, кстати, еще одно унижение, потому что, значит, там шел такой дождь, вот-вот-вот это. И над Путиным, значит, стояло до того, как к Макрону подбежал его охранник, у Путина над Путиным был дзонтик, а вот, значит, словацкая президентская президентская и Макрон стояли под дождем. Но вот это было для Макрона вообще супер-пупер. То есть, я думаю, что он оттуда уезжал просто настолько счастливым и настолько вот тогда, кстати, он сроднился с Путиным и влюбился просто в него по уши. Почему влюбился? От того, что его так демонстративно унижают, даже зонтик не подержали. Как можно влюбиться? Наоборот. Вот я не знаю, нормальный человек после этого плюнет, скажет, да я больше к этому Путину вообще не ногой. Ну серьезно, Сергей, как можно влюбиться-то? А для этого, кстати, вот я эту психологию разбираю. Вы знаете, у меня, моя глава называется, по-моему, по памяти, я сейчас не помню уже точно в этой книжке, вот которая с красненьким ободком за моей стеной. И, кстати, фотографию я взял там Путин и Макрон на обложку. Вот называется «Маленький буржуазный мальчик и бандит из подворотни». И вот это объясняет. То есть на самом деле это давнишняя-давнишняя история. Точно так же Путин был влюблен в Пригожина. Вот Пригожин для Путина точно так же, как Путин для Макрона. То есть, грубо говоря, человек, ну вот Путин все-таки был все-таки чекистом, он никаким бандитом настоящим не был, а Пригожин был настоящим уркой. Сидел 10 лет в тюрьме, потом бандитский Петербург и так далее. И Путин на самом деле его боготворил вот с этой точки зрения. То есть с точки зрения мальчика из приличной семьи, который вдруг оказывается перед бандитом. И Макрон вот точно так же. Он мальчик из провинциальной буржуазной семьи, которая оказывается перед бандитом. И он в него, это Стангольский синдром, это один из видов Стангольского синдрома. То есть он просто влюбился в него. И на самом деле даже сейчас он его обожает, просто сейчас он на него обиделся. Сергей, а вы повернитесь, возьмите эту книжку с полки и прям в кадр ее покажите. Серьезно, без проблем. Это как раз очень классно будет. Я, честно говоря, да, вот они, красавчики. Насколько это актуально. Кю-вю-путин. Что хочет Путин? Правильно я понимаю, что написано? Тут иногда расфокус. Да. Я, честно сказать, не могу поверить, но мне кажется, настолько провинциальный Макрон далек от Путина, может быть, ему вообще непонятен этот бандит, но согласитесь, шикарная Франция, погода. А Россия вечный снег, там какое-то безумие, там, так сказать, то Голодомор, то, так сказать, Сталин, ГУЛАГ и так далее. Ну, мне кажется, да, ну, любому там европейскому человеку, который, как говорите, провинциальный парень, стал президентом Франции, ну, ему хватает, вот, как говорится, от Варшавы и до, там, Лиссабона, где, как говорится, развлекаться и... нахрен это Путин, слушайте, объясните. Вы знаете, нет, вот это, вот здесь вы, увы, к сожалению, совершенно не понимаете французов, потому что французы обожают Россию, французы обожают Россию, именно потому что вот она такая недотепанная, незатюханная, именно потому что она такая дикая, именно потому что там еще вообще вот есть дикая природа. Вы знаете, во Франции нельзя найти лес, в котором есть дикая природа. Все, где-нибудь чего-нибудь подрезано, где-нибудь чего-нибудь дорожки засфонтированы, где-нибудь мусорные эти самые плевательницы стоят, еще что-нибудь. Вот невозможно найти дикую природу. И французы в этом смысле обожают два места, Канаду и Россию, потому что это огромные территории, где просто вот дикая природа. В этом смысле французы просто обожают Россию, французы влюблены в Россию. Слушайте, какое счастье! А как бы нам это использовать на пользу дела? Вы знаете, сегодня же не зарегистрировали Надеждина, из-за которого мы неделю назад так классно поспорили, прям очень рекомендую всем посмотреть. И Белковский очень прям воодушевился и сказал, о, Надеждин получил знак качества, прям справку от режима Путина, что он приличный человек. И теперь Надеждин это президент вот всей Надежды, всех приличных русских. И поэтому Белковский собирается обсуждать это с Надеждиной в ближайшее время, уж не знаю на каком из своих каналов. Но у Белковского есть идея создать мета-Россию. Вот я такой же непрекаянный русский, мне она очень нужна. Вы понимаете, вот мы болтаемся по всем странам, нам бы вот такая мета-Россия была нужна. И я сразу же, а, Надеждин, президент мета-России. Ну, если кто из зрителей не понимает, идея в том, чтобы просто существовало некое государство русских, у которого нет своей земли. Поэтому мета, да, так сказать. Не знаю, Стас Белковский отчасти прикалывается или действительно ищет спонсора всего этого дела. Но, ой, что думаете? Ну, во-первых, он, конечно, прикалывается, потому что он прикольщик, хороший. Я слушал его сегодняшнее интервью. У него по четвергам всегда разговор с... Как его забыл? Бутман. Ну, в общем, по четвергам у него... Бутман. Да. С Бутманом, да. Вот. И самое главное, он сказал, что типа поигрались. Во-первых, он подтвердил, что он не кремлевский проект, потому что его сняли. И, во-вторых, он снялся и таким образом не запачкался в остальных делах, потому что иначе бы его унизили, ему дали бы его 2%. И таким образом он бы был запачкан до конца своей жизни и перестал бы быть рукопожатным политиком. Ну, здесь я в первой части соглашусь, потому что действительно Надеждин не кремлевский проект. Хотя кремлевские дали отмашку. Но они отмашку какую дали? Они были выждены, что он ничего не соберет, что подписи никаких не будет и что все это дело поиграется, поиграется. Но на Кремль сработает, потому что он как бы официально типа антивоенный кандидат, типа антипутинский кандидат. Вот, ну, типа как у него, на самом деле, я там был чуть не первым человеком, который прочитал реально его программу в сентябре или в августе прошлого года, которая написана, я иду на эти выборы в качестве принципиального противника политики действующего президента. Путин за 25 лет своего правительства загнал Россию в... То есть, почитайте, это там... Я под ней подписался вот 25 руками сразу под этой программой. То есть, на самом деле, он написал очень крутую штуку. И я ни секунды не сомневался в том, что он ее написал сам и что он идет сам. Я удивился, что Кремль его пустил, что его пустили собирать подписи, хотя вот Дунцову какую-то, которая, в общем, провинциальная журналистка, ее почему-то не допустили. Ну, потому что они были убеждены, что Борис Борисович не соберет ничего и что все это дело благополучно закончится вот точно так же, как у какой-то там этой самой ютюберши, которая там собрала 300 подписей и благополучно на этом дело накрылась медным тазом. Вот. Но я не согласен с Белковским по поводу продолжения. Я убежден был, что если Надеждина допустит, то он победит Путина на этих выборах. Реально победит выбор, потому что он уже две недели назад имел 10%. За эти две недели он рос по 5% в неделю. У него сейчас, вот сейчас на настоящий момент 20% голосов, если бы выбросы состоялись сегодня. Вот. А если бы до выборов еще 6 недель, значит 6 умножить на 5 – это 30. 20 плюс 30 – сколько получается? 50. То есть, в принципе, второй тур точно совершенно состоял, составился. И это было бы первый раз, а для Путина это было бы ужасным ударом, потому что для него второй тур – это уже проигрыш. Потому что для него даже мысли, помыслить о том, что выйти во второй тур с кем-то для него совершенно было невозможно. Вот. И в этом смысле, конечно, мне очень жалко, что это все дело накрылось медным тазом. Есть, остается еще очень маленькая надежда, потому что все-таки есть еще оспаривание в Верховном суде. Я понимаю, что это процедурные вопросы. Вот это как Горбачев говорит. Вы по процедурному вопросу обожжите. Вот. Но на самом деле я все эти три дня, пока решалась судьба надежды, я обращался во всех своих интервьюх ко всем людям вокруг Путина. И говорил, что, ребята, вот те, которые не совсем отморозкие, вот там ни Золотовы, ни Патрушевы, которые вот просто готовы с Путиным, точно так же, как с Гитлером, все сгинули в одной и той же могиле, вот как, значит, Геббельс там убил своих детей, свою жену и самого себя, значит, там все остальные тоже там, кого повесили, кто самоубился, кого убили. Вот если вы не такие, то все остальные должны понимать, что это на самом деле уникальный шанс поменять в России Путина демократическим и мирным путем, не разваливая страну. То есть на самом деле, если бы они допустили Надеждина, то могли бы запустить, Кремль даже мог бы запустить операцию «Приемник», операцию «Приемник» и поставить на Надеждина, и он бы получил бы свои 50% голосов. И самое главное другое. Ведь Надеждин никакой не революционер. Это человек, который прекрасно понимает в себе, как функционирует эта система. То есть он бы тихо, спокойно спустил бы все это дело на тормозах. Понимаете, как вот когда Путин загнал ледокол вот прям вот в тупик ледовых, в ледовый тупик. И самое страшное, что он не понимает этого, и люди вокруг него говорят, да, нам плевать. Ну, мы все равно на ледоколе, ну, подумаешь, тупик. И поменять капитана, и потихонечку вывести в обратную сторону этот ледокол, вот это мог бы сделать Надеждин. Причем он был идеальным человеком, потому что этот человек не, с одной стороны, человек, который понимает, как устроена власть, а с другой стороны, это не революционер, это человек, который не начнет их расстреливать всех, не начнет их сажать. Он, да, выпустит Навального, выпустит Яшина, и даст Навальному и Яшину возможность там чего-то там мутить воду, устраивать манифестации и так далее. Но сам он никого их сажать не будет. Это уникальный шанс. И вот, вы знаете, еще это остается. Вот сегодня нашу передачу с вами смотрят они, и вот у них еще есть Верховный суд. Верховный суд еще может отменить решение ЦИКа и обязать ЦИК зарегистрировать кандидата Надеждина. И тогда эта вещь, можно Российскую Федерацию, в которую Путин завел в абсолютный тупик, из которого выхода нету. Из этого тупика выхода нету. Ни хорошего, ни плохого, никакого выхода нету. Это просто самоубийство. Дальше будет либо распад, либо революция, либо большой бунт. То есть это хорошим делом не кончится. И вот Надеждина, это последняя надежда для путинского режима сохранить даже путинский режим. Без Путина. Не буду спорить, Сергей, как говорится, дай бог, чтобы, так сказать, ваши слова до богу в уши. Мне вот режиссеры прислали ссылочку, что Карлсон, Такер Карлсон, может быть обвинен в шпионаже в США за интервью с Путиным. Об этом сообщает Ньюсвик. Классная вещь. А ведь Ньюсвик действительно вчера большую публикацию сделал. И чего там только не было. Там европейские, по-моему, депутаты говорили, что Такер Карлсон может попасть, по-моему, под санкции. Да, Сергей? Правильно? Вот что-то подобное, так сказать, я видел, да? Но я смотрел, там как бы не первой величины звезды. Один бывший депутат Европарламента, еще кто-то. То есть мне показалось, что это как будто Ньюсвик, ну такое, высказывает некое фи в адрес Такера Карлсона. Я надеюсь, что мы сейчас нам под занавес мы станем маленькие, а Путин с Такером Карлсоном большие в окошке. Что думаете про Ньюсвик? Ну, во-первых, Ньюсвик, хозяйка Ньюсвика входит в Бильдербергский клуб. И поэтому это значит, нам не важно, кто подписал, нам важно, где это было опубликовано. А это значит, что мировое закулисное правительство отмашку дало сливать Карлсона Такера. Вот. А ваша программа называется «Русский Ататюрк». Вы ищите русского Ататюрка. Вот давайте сделаем так, что давайте сделаем из надежды на русского Ататюрка. Вот давайте Верховный суд Российской Федерации обратимся в Верховный суд Российской Федерации, чтобы он отменил решение Центральной избирательной комиссии и обязал Эллу Памфилову зарегистрировать русского Ататюрка Надеждина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин